Так, ну что, ребят, всем привет! В общем, Stellar, Lumenz у нас сотрудничает с Merkle Science и, соответственно, платформа прогнозирования рисковой аналитики Web 3.0, получается, объявила о своем стратегическом партнерстве Stellar. Вот, как мы видим, Stellar также у нас развивается и, соответственно, параллельно с Replom, то есть я и говорю, что надо закупать Stellar, XLM, да, и, ну, не то, что там проявляет свой FII и говорит, что, типа, нахер он нужен, типа того, что, но они вместе до этого росли. Ну и напоминаю, что он стоячок рынка также, обзор есть его на канале, многие его почему-то недооценивают, вот, топят только за XRP, но про Stellar забывают, хотя лучше брать обе эти монеты, если вы верите в XRP, то надо и Stellar, либо если в Stellar, то XRP также. Ребят, появился сайт с кейсами по криптовалюте. Для каждой популярной криптовалюты есть свой кейс, при открытии которого вы можете получить криптовалюту, которая стоит дороже кейса. Например, есть кейс Metaverse или же Meta Вселенная, открытие его стоит всего лишь 4 доллара, а криптовалюта тут есть даже на 100, 200 и даже 400 долларов. И выбить ее, реально. На сайте есть множество кейсов почти по каждой криптовалюте, кейс биткоина, XRP и многих других. Давайте ради интереса откроем какой-нибудь кейс, например, API. Нажимаем на него, выбираем Open the Case или же Открыть кейс и ожидаем, пока нам что-нибудь выпадет. Выпало 5 монет API на сумму в почти 15 долларов. Далее идем. Пролистываем вниз и видим, допустим, кейс с названием Инвестор, на котором нарисован хомяк. Нажимаем на него, выбираем снова Открыть кейс и ожидаем. Как мы видим, в данном кейсе нам могут выпасть различные криптовалюты. На этот раз нам выпала всеми известная Shiba Inu или же токен SHIB. И получили мы 1 миллион 888 тысяч и 888 монет на сумму в 17 долларов 15 центов. Давайте покажу вам еще один кейс, который находится в тренде. Это кейс, который называется Binance. Нажимаем Open the Case или же Открыть кейс. Выпадает нам снова Shiba Inu. Получили мы 2 миллиона 222 тысячи и 222 монеты на сумму в 20 долларов и 22 центов. Двигаемся дальше. Здесь есть кейс с названием LTC или же Litecoin. Чтобы его открыть, нам нужно на балансе 15 долларов. Нажимаем открыть и ожидаем снова, пока нам что-нибудь интересное выпадет. Выпало 0,8 монет LTC на сумму в 45 долларов 77 центов. А вложили мы всего лишь 15 долларов. Это считай X3 на ровном месте. Один из важных факторов, что любую криптовалюту вы можете вывести на свой кошелек. Минимальной суммы для вывода нет. Вы можете выводить криптовалюту на любую сумму. Чтобы вывести, выбираете нужную для вас криптовалюту, далее сеть и вставляете свой адрес. Пополнить баланс тоже очень легко. Достаточно выбрать сумму для пополнения. Далее в какой криптовалюте вы будете пополнять баланс и отправить криптовалюту на указанный адрес. Ссылка на проект в описании под роликом. Я думаю, понятно. По поводу сотрудничества это все ясно. Далее у нас Serkney имеет право классифицировать XRP как ценную бумагу. Это у нас говорит юрист консульт у нас Ripple и Stuart Alderotti, что Serkney называл XRP ценной бумагой и не имеет права это делать. Но опять же таки вот эти спекуляции и вот эта болтовня треш-ток продолжается. Говорит, что ожидается в ближайшие месяцы федеральный судья вынесет решение по риску. Ну да, в ближайший месяц. Ну мы помним, как там, март 23-го года, ну по факту скорее всего июнь, ну может декабрь 23-го, а то и может март 24-го. Ну короче ждем. Вот, в котором мы метен криптовалюты, хотя нам говорили вот эти три месяца, что победа победа. Но я понимаю, что суд это рекламная кампания и спектакль, но как бы все равно вводят людей в заблуждение. Поэтому, ребят, там циничные люди, которые хотят заработать. Поэтому крупняк хочет заработать. Тот, кто мозги имеет на плечах, имеет больше 70 IQ, тот понимает, что это просто спектакль. Тот, кто нет, ну скорее всего верит в эту клоунаду. Вот, которым эмитент криптовалюты обвиняется в предложении там и так далее. Вот, чтобы было ясно, СЕК не назвал экстрепиционной бумагой и не имеет на это полномочий. Вот, ну и соответственно, Альдероти сразится с СЕК. Известен тем, что всегда критиковал СЕК под руководством Грея Генслера, председателя федерального агентства. В сентябре он обвинил Генслера в том, что он назначил себя полицейским, занимающимся криптовалютом. Ну и по словам Альдероти, СЕК больше заботится о защите своей территории за счет инвесторов, которых агентство должно защищать. Ну, понятное дело, каждый хочет тянуть одеяло на себя и заработать. Вот, поэтому СЕК не имеет права маркировать. Тоже новость повторяется на англоязычных источниках. Галлинхаус говорит, что банков в Америке получит конкретное преимущество, используя Ripple Oddle. То есть уже сотрудничество напрямую с банками уже США, да, банков в Америке. И генеральный директор повторил, что ведущая блокчейн-компания согласится с комиссией по ценовым бумагам только в том случае, если федеральное агентство предоставит нормативную ясность в отношении XRP. Я встречался с Брэдом Гарлинхаусом, это у нас называется директор по продажам какого-то Link2. Вот, лицом к лицу, и он мне ясно дал понять, что Ripple готов договориться с СЕК, если они смогут прояснить ситуацию. Ну, о чем я говорю, что, скорее всего, либо выплатят штраф, либо на взаимовыгодных условиях пойдут к какому-то консенсусу, да, соглашению. Вот, банков в Америке получит конкретное преимущество, когда регулируется дело СЕК против Ripple, используя Oddle на рынке. Вот, ну и в ноябре 2020 года, получается, Ripple перечислила, напоминаю, за месяц до суда банков в Америке в качестве ведущего участника своей глобальной платежной сети RippleNet. Ну, ребят, о чем это говорит? О том, что Ripple напрямую сотрудничает с государством. Там просто сейчас разыгрывается вот эта рекламная кампания вокруг суда, чтобы приковывать внимание и плюс скептические отношения пока XRP на дне. Когда он взлетит, тогда вот уже раскачегает и скажет, суд закончился. Ну, тогда XRP будет стоить 2, 3, 4, 5 долларов, 10, 100 долларов и так далее. Поэтому, ребят, ну, я думаю, понятно. Вот, технический директор Ripple говорит, что люди, скорее всего, проигнорируют самый очевидный уровень падения FTX. Ну, FTX, не знаю, FTX уже вообще никому не интересен. То есть, говорит, что по словам Шварца, невозможно избежать искушения долгое время спекулировать миллиардами долларов чужих средств, находящихся в вашем распоряжении, если вас не установят никакие проверки. Ну, что, типа, заявил, что из краха FTX можно извлечь какие-то уроки и соблазн непреодолим. Ну, я думаю, понятно, то есть, что, естественно, не надо поддаваться искушению и обманывать людей. Он, наверное, в этом плане имел в виду. Ripple также у нас не пометила безопасность XRP, не пометила, хорошее слово они подобрали. Вот, соответственно, заявил, что SEC не причислила XRP к ценным бумагам и не имеет на это полномочия. Также высказался у нас James Fillon, адвокат, да. Ну, и, соответственно, генеральный US-консульт отреагировал на New York Times, председателя Геренгенслера после краха FTX. Альдероти ответил на заявление, в котором говорилось, что XRP упал в рейтинге, поскольку SEC пометила его как ценную бумагу. Да, пометила, вот именно пометила. Интересно, каким образом. Сотни миллионов XRP перемещаются китами, поскольку цена показывает бычий сетап. Поняли, ребят? Бычий сетап, оказывается. Сейчас я вам покажу этот бычий сетап, просто лютейший. Вот. Киты у нас выловили, выловили, да, получается 337,6 миллионов XRP. Да, цена показывает бычье поведение. Вот, говорят у нас, не знаю, в чем-то бычье поведение. Говорят у нас, типа, вот, Ripple подскочила после выхода из модели на 4,430. Помните, вчера я ролик снимал, что это ахинея. Тогда было бычий рынок, а сейчас медвежка, я напоминаю. Поэтому из этой формации мы выйдем вниз, а не вверх. Вот и все. И говорят, что, типа, скачок до 384. Да, одной свечой улетим, поэтому залетаем, конечно. Вот, XRP ближе к началу, прогнозирует американский производитель S-MIT. Я не знаю, к какому началу. Но начало, типа, фильм 2010 года с Ди Каприо, к этому началу. Вот, соответственно, предсказал XRP ближе к своему началу, чем к концу. Не знаю, что его понимание ближе к началу, чем к концу, но ему виднее, ладно. Вот, S-MIT, который по-прежнему настроен оптимистично в отношении XRP, предсказал его цену, заявив, что она не только достигнет тысячи долларов, миллион, но и достигнет пятизначного числа. Боже, ребят, да пускай сначала 34 доллара возьмет. Какие, в пизду, тысячи долларов, какие там 100 долларов, какие там 10 тысяч долларов, миллионы долларов. Ну, это смешно, понимаете. То есть, ну, бейтсивые кобылы. И, опять же-таки, раздуваются вот эти новости, тысячи долларов, и все-таки, оооо. И вот, два КММР аналитика тоже там, соответственно, медвежья цель по второму тестированию. И потом улетаем, то, зиму, ну, ребят, ну, рынок продолжает падать, то есть, объемы тоже не какущие. Продолжаем мы обновлять дно, мы уже его, считай, обновили 15476, тут было 15588. Ну, пока что закрепления не было, но ожидаем его в ближайшее время. Какой-то мизерный отскок там пошел по XRP, да, там что-то выкупили, удерживает искусственную цену. И люди такие, надо заходить, да, улетим на тысячу долларов, да, ага, на миллион, сейчас. Вот, поэтому, ребят, делайте выводы, включайте мозги, да, у кого они есть. И, соответственно, понимаете, что сейчас пытаются нас развести и сказать, что вот, давайте, ребят, заходим, заходим. И, соответственно, надо закупаться, что дно уже пройдено. Но я сниму ролик отдельный и скажу, что это не так, поведу аргументы. Ну, я думаю, пока я его сниму, мы уже обновим это дно. Уже обновили, в принципе, но нужно подтверждение закрепления. Всем удачи, всем пока.